и обратиться к судебному приступу исполнителя. Точно так же. Способы обжалования решения Третьейского суда. На самом деле, обжаловаться решением Третьейского суда можно путем обращения в Государственный суд, как правило, суд общей юрисдикции, районный суд. Но оснований для обжалования, для отмены решения Третьейского суда очень-очень мало. Первое – это неизвещение стороны в споре с тем, чтобы не было кулуарного правосудия, когда мы, например, с Александром очень дружески посудились между собой и решили вопрос о правах Татьяны Гавриловны. Такого быть не должно, правильно, да? Второе – нарушение основополагающих норм права. Если, к примеру, по спору между коллекторским агентством и взаимодавцем будет предусмотрено заключение должника под стражу решением Третьейского суда, ну, гипотетически, можно ли такое решение исполнять? Оно исполнимо с точки зрения правосудия Российской Федерации? Как вы думаете, Татьяна Гавриловна? Нет. Неисполнимо, да. За долги не предусмотрено. Кого-то наказывать заточением – это, кстати, конвенция по международным правам, и Россия – это часть мирового сообщества. Поэтому на такое решение Третьейского суда не будет выдан исполнициалист, потому что это нарушает основополагающие принципы российского права. Кроме того, крайне негативно относится наша система арбитражных судов к так называемым корпоративным Третьейским судам. Что я имею в виду? Например, Сбербанк возьмем. Хорошая структура. Банк с инновационными технологиями управления. Однако обычно в договорах с заемщиком Сбербанк включает Третьейские оговорки. Как вы думаете, вот этот Третьейский суд, который упомянен Сбербанком, связан ли он с самим Сбербанком или с Германом Грефом? Что вы предполагаете по этому поводу? Вам не приходилось слышать ничего? Я думаю, что да. К сожалению, связан, да. И вот это стало критикой высшего арбитражного суда, который в свое время отказался выдавать на этом основании исполнительный лист. Потому что аффилированность была очевидна совершенно. И в этой ситуации нарушается принцип беспристрастности. Давайте заметим аналогичную норму в законе медиации. Если медиатор раньше консультировал какую-то сторону, оказывал, например, информационные, консалтинговые, бухгалтерские услуги в стороне споры, то тогда он должен об этом открыто заявить сторонам, правильно? Для того, чтобы они приняли еще раз решение о нейтральности медиатора. Собственно говоря, медиатор в этой ситуации должен заявить самоотвод. Он вовсе не является нейтральной фигурой. Но самое парадоксальное, что в этом вопросе о корпоративных третейских судах мнение Конституционного суда не совпало с мнением высшего арбитражного суда. И Конституционный суд тоже приводит довольно сильные аргументы в защиту своей позиции. Это вопрос довольно специальный возникает. Но, знаете, мне кажется, с позиции подготовки медиаторов для нас это опять же тонкости, детали, которые... Дело в том, что из-за того, что медиация это очень добровольная процедура, в основе всего доброй воли и доверия находятся. Поэтому перестали, нет доверия к медиатору, встали и ушли из-за стола, попрощались. Можете даже не прощаться, идти по-английски. Все. В отличие от третейского разбирательства, процедура медиации может быть прекращена в любой момент. И это является одним из очень больших преимуществ медиации. Вот не случайно наши коллеги из США, я внимательно анализирую их опыт, преподносят процедуру медиации, вы никогда не сядете в лужу в нашем офисе. Вы ничем не рискуете. Вы просто можете поговорить, попробуйте договориться. Этот разговор вас ни к чему не обязывает, пока вы этого сами не захотите. Вот чем отличается от третейского разбирательства. Ну, давайте рассмотрим еще такое важное понятие, по каким правилам рассматривается спор. На всех предыдущих занятиях мы многократно касались вопроса правила рассмотрения спора, переговорные правила, правила игры, так называемая метаигра. Почему это имеет такое важное значение в жизни? Татьяна Гавриловна, как что вы думаете по этому поводу? Почему правила рассмотрения спора?